Здарова народ! Пока я готовлю новую историю по Мортал Комбат, предлагаю вам скрасить ожидания еще одной эволюцией. В этот раз мы поговорим о том, как менялся Нуб Сайбот. Как из простого темного спрайта без собственных спецприемов и биографии, он превратился в старшего брата Саб-Зиро и обрел уникальные черты. Ну погнали! Конечно, сейчас все знают, что Нуб Сайбот в прошлом старше Саб-Зиро, но это стало известно только с выходом Мортал Комбат Десепшн, а до тех пор Нуб Сайбот оставался загадочной тенью на стороне сил зла. Как раз поэтому мы и начнем эволюцию именно с появления Нуб Сайбота, а про его прошлое в качестве Саб-Зиро можете узнать в истории Нуба на канале. Все-таки эта рубрика немного о другом. Так вот впервые Нуб Сайбот появился аж во второй части Мортал Комбат, где был секретным противником, с которым можно сразиться, но им нельзя поиграть. Но и смысла им играть особо не было, ведь там Нуб Сайбот был перекрашенной копией, угадайте кого? Может давайте сделаем ставки? Нет, не будем, потому что конечно он был усиленной копией Скорпиона. О чем речь вообще? Своего набора спецприемов у персонажа не было, и он так же как и Скорб телепортировался, Метал Гарпун, в общем все по классике. Чтобы с ним сразиться в версиях для домашних консолей, нужно было держать 25 побед подряд в режиме для двух игроков. То есть зачастую приходилось гриндить победы, так же как сейчас мы гриндим головы, просто запуская режим версус и разматывая стоящего оппонента, чтобы в итоге получить возможность сразиться с Нуб Сайботом. Затем персонаж вернулся в оригинальной третьей части. Не та, которая Ultimate, а именно простая тройка. Учитывая, что в этой игре не было классических ниндзя в масках, разработчики сделали Нуб Сайбота из Кано, так как его силуэт больше всех походил на ниндзя. Чтобы с ним сразиться в этот раз достаточно было набрать комбат код, но как вы уже понимаете, это был просто черный Кано, только немного быстрее и наносил больше урона. А вот более или менее полноценное появление состоялось, только в Ultimate Mortal Kombat 3. Я сказал более или менее, потому что здесь у персонажа появились оригинальные спецприемы, комбо, но не было добиваний, за исключением Бруталити, которая с технической точки зрения не требовала дополнительных ресурсов. То есть раньше Бруталити были не такими, как сейчас. Персонаж просто избивал противника набором комбо-ударов, отчего тот в итоге взрывался. Но именно в этой части персонаж обзавелся узнаваемыми спецприемами. Во-первых, это легендарный призрачный шар, или как мы говорили в детстве, просто облако, по действиям которого противник не мог атаковать и блокировать атаки Нуб Сайбота. Штука оригинальная для серии, но очень читерская, ведь если такая попадет в противника, то ему не останется ничего, кроме как пытаться прыгать в течение нескольких секунд. Возможно поэтому Нуб и не встречается в башнях в качестве оппонента для игрока, только опять же как секретный противник, чтобы проверить свой скил. Также именно здесь впервые появился телепорт, когда Нуб Сайбот появляется за спиной противника, хватает и ударяет о землю. Уверен многие, кто еще в то время играл в МК, до сих пор, когда слышат имя Нуб Сайбот, сразу вспоминают две комбинации. Комбо ногой и конечно этот телепорт. Еще Нуб мог направить своего двойника на противника, чтобы тот выполнил на нем захват. Это сейчас мы знаем, что Нуб это сам персонаж, а Сайбот его теневой помощник, но в то время всю эту историю еще не придумали, и лично мне всегда было интересно, чего эта одна тень выпускает из себя другую. Но в любом случае спецприем знаковый. Уже в Mortal Kombat Trilogy у Нуб Сайбота появились остальные добивания, причем вполне оригинальные. В первом случае Нуб окутывал противника своим облаком и раскручивал, пока того не разорвет на части. А во время второго он тпшился за спину, как будто выполняя обычный спецприем, но в данном случае не ограничивался одним ударом о землю и бил противника, пока тот не умрет. Вот уж не знаю, откуда у разработчиков такая страсть взрывать персонажей во время фаталити. Если ввести комбинацию френдшипа, то на арене появится несколько кеглей для боулинга, часть из которых собьет Нуб Сайбот. Да, это не страйк, конечно, но зато теперь мы хотя бы знаем, как ребята из МК развлекаются в свободное время. Ну, думаю, вы уже понимаете, о чем пойдет речь дальше. Если по какой-то причине вам захочется выполнить анималити, то будьте готовы, что Нуб Сайбот превратится не в какую-нибудь Черную Пантеру, а в Муравьеда. Огромного такого Муравьеда, который, получается, всосет свою жертву хоботом. Я зло. Я тьма. Я Нуб Сайбот. А никто не видел Шанцуна. Я просто как-то не думал, что мне это вообще в жизни пригодится, поэтому как бы не умею обратно превращаться. Под этим кустиком нету. Нет, мне точно нужна помощь Шанцуна. Казалось бы, все. После третьей части Нуб Сайбот полноценный, самостоятельный персонаж, которого нужно развивать. А вот и нет, потому что в четвертой части, где он изначально должен был быть основным бойцом в ростере, Нуб Сайбота заменили на Рейку. Об этом я, кстати, тоже рассказывал в истории персонажа. Но и сам Ниндзя в Черном тоже остался в игре, правда, в качестве секретного бойца, которого можно выбрать с помощью нехитрой манипуляции. На экране выбора персонажа нужно нажать слепой выбор, но именно кнопкой бега. А затем также вслепую выбрать Рейку. И о чудо, вместо него мы увидим классную иконку Нуб Сайбота. Здесь боец выглядит точно так же, как Скорпион или Саб-Зиро, только, естественно, весь черный и с горящими голубыми глазами. А вот в качестве спецприемов он использует внезапно розовые проджектайлы Тани и Телепорт, точно такой же, как у Рейку. Правда, в четвертой части недостаточно нажать вниз-вверх. Теперь в момент появления нужно еще нажать блок, чтобы Рейку или Нуб Сайбот выполнили захват. Что мне очень нравится, так это оружие Нуба в этой части. Самая настоящая коса, с которой этот боец умело косплеить саму смерть. Я считаю, что именно это оружие подходит ему как нельзя лучше. О, еще чуть не забыл про Боун Брейкер. Нуб Сайбот ломал ногу противника, правда, точно так же, как несколько других бойцов в этой части. А вот с добиваниями тут все очень странно. Одно фаталити точно такое же, как у Рейку. Нуб Сайбот ударяет ногой в торс противника, отчего часть тела отлетает в сторону, а вот руки и голова некоторое время игнорируют законы физики. А вот другое фаталити, это уже первый намек на связь Нуб Сайбота и Саб-Зиро. Дело в том, что он выполняет такое же фаталити, как и ниндзя в синем. Замораживает, делает подкат и разбивает апперкотом. И уже в детстве, выполнив это фаталити впервые, я начал строить в своей голове невероятные теории, о том, что Нуб Сайбот как-то связан с братьями Саб-Зиро. Тоже знал, во что все это выльется. А кто-нибудь вообще знает про Mortal Kombat Tournament Edition? Я пару раз упоминал эту игру в своих видео. Это один из портов Deadly Alliance для Game Boy Advance и по совместительству одна из двух игр, где нет Саб-Зиро. Зато вместо него тут добавили Нуб Сайбота. И это был последний раз, когда он являлся чьей-то перекрашенной копией. Да, в этот раз Нуб Сайбот снова перекрашенный в черный аскорпион, и он также использует его спецприемы. Огненный шар, правда синий, и гарпун. Два фаталити это просто избиение противника, в одном случае мечом, в другом руками и ногами. Не то чтобы это важное появление персонажа, просто думаю, что многие об этом даже не знали. Именно в Mortal Kombat Deception нам впервые прямо говорят, что Нуб Сайбот не кто иной, как Бихан, то есть старший Саб-Зиро, который после смерти в преисподней переродился в совершенно новое существо. Для сюжета это очень важный момент, но данное видео не об этом. В Deception Нуб Сайбот и Смок сражаются в команде, а также выступают в качестве подбоссов этой игры, и вы не представляете, как я горжусь этими ребятами. Правда изначально они недоступны для выбора, но их можно открыть, если купить в местной крипте особый гроб. О взаимодействии персонажей в этой игре я рассказывал в Эволюции Смоука, но там естественно больше акцента было на нем, а теперь мы сместим его на Нуба. В этот раз у персонажа не осталось ни одного знакомого спецприема, но появилась пара новых. Во-первых, Нуб научился становиться невидимым. Не совсем понятно для чего ему эта способность, но тем не менее ее добавили. А вот в качестве проджектайлов теперь Нуб использует сюрикены, вместо облака и огненных шаров. Его лишили телепортации и спецприемов с двойником, то есть с Айботом. Но зато он отлично взаимодействует со Смоуком, имея возможность продолжать его комбо, появляться на арене с ударом сверху и за спиной противника. На каждого из двух персонажей придумали по одному фаталити, и касательно Нуба здесь очень поленились. Почему? Да потому что это точно такое же фаталити, которое выполнял Рейко в четвертой части. Нуб бросает в противника несколько сюрикенов и один финальный в голову. Прямо вот один в один. Ну да ладно. Зато здесь мне очень понравился его альтернативный костюм, в котором Нуб выглядит как человек, а не просто тень, в отличие от основного. А еще у него классная харакирия. Нуб запускает в воздух несколько сюрикенов, которые падают и вонзаются в его голову. А если бы еще у него была красная кровь, то выглядело бы это куда эффектнее. А вот уже в Армагеддоне все начинает вставать на свои места. Сайба-то так и не вернули, а Нуб продолжал метать сюрикены. Но зато теперь он снова мог телепортироваться, а также открывать порталы в разных частях арены. Да-да, уже задел на то, что будут развивать в новой хронологии. Скины остались точно такими же, как и в прошлой части. Но вот что изменилось, так это оружие. Теперь Нуб использовал молот тролля. Такой варварский каменный здоровый молот. Не знаю как вам, а лично мне больше нравилась коса. Хотя теперь в новой хронологии у него хотя бы есть серп. Тоже неплохо. Кстати да, давайте переходить к последней трилогии. В новой хронологии вернулось все, за что многие полюбили Нуб Сайбота еще в Ultimate Mortal Kombat 3. Его призрачный шар немного переосмыслили, и теперь под его действием отключался только блок противника. Но атаковать он все-таки мог. Так что да, теперь эта штука не такая читерская. Конечно вернулся телепорт, и его немного додумали. Теперь Нуб Сайбот не просто появляется за спиной, а выпрыгивает из портала. Кстати эти порталы, так же как и в Армагеддоне, он может раскидывать по арене. Их фишка в том, что если противник попадет в эту черную дыру, то его переместит прямо к Нубу. Также Сайбот научился делать подкат, атаковать сверху или ударять ногой в воздух. Ему вообще стали уделять гораздо больше внимания. Тень активно участвует в комбо, икс-рейе и даже фаталити. Собственно к ним и перейдем. Первое фаталити называется «Загадай желание». И во время его выполнения Нуб и Сайбот хватают противника с разных сторон и просто рвут его на две части. Да, фаталка очень крутая, а я, скотина, забыл добавить ее в список 25 любимых фаталити. Но вы мне заботливо напомнили, второе фаталити называется «Как один», или скорее как одно целое. Суть в том, что под ногами противника открывается портал, через который Сайбот тащит его внутрь. Но как только враг оказывается затянут по пояс, Нуб закрывает портал и таким образом разделяет противника на части. А тот еще куда-то ползет, что-то пытается, короче, жесть. А если на Нубе провести бабалити, то мелкий ниндзеныш откроет свои порталы, между которыми сам и зависнет. Костюмы персонажа здесь полностью черные, но оттого не менее классные, причем оба. Основной костюм с капюшоном. Альтернативный больше похож на постклассику, но повторюсь, крутые оба, мне прям нравятся. Ну и конечно нельзя не упомянуть классический скин ниндзя, в котором Нуб даже встречается как секретный противник. Такая дань уважения классике. Одиннадцатая часть пока на слуху, и все, наверное, и так все знают. Но оставим этот момент для тех, кто будет смотреть это видео через несколько лет. Если такие, конечно, будут. Что в первую очередь понравилось в Нуб Сайботе в одиннадцатой части, так это его голос. Шепот в перемешку с каким-то низким звучанием, это просто пушка, однозначно подходит персонажу. Особенно учитывая, что теперь он зациклен на смерти. Впервые в серии, кстати, мы можем увидеть его без маски. Зрелище не самое приятное, но по идее соответствует призраку или живому мертвецу. Хотя мне лично все равно больше нравится его человеческий облик. А вот с основным костюмом все не так однозначно. Именно в самой этой игре костюм, кажется, подходит как нельзя лучше. Но если смотреть на персонажа в целом, то это уже не тот боец, к которому мы привыкли. Он напоминает какого-то лесного друида, только в черном. У него даже серп есть. Какой-то мертвый панорамикс получается. Но, к счастью, все это кастомизируется, и вариантов одежды Нуба более чем достаточно. При желании его даже можно нарядить в Бэтмена, который смеется. По спецприемам тоже добавили кое-что новое. Захват серпом, возможность джагла после телепортации и неблокируемый проджектайл. Также с помощью серпа Нуб Сайбот научился другому виду телепортации. Да и в целом его боевка стала куда более вариативной, несмотря на то, что у персонажа довольно мало комбо. Главное опять же знать, как всем этим пользоваться. Раньше он каждый второй встречный в лигах играл за Нуба или Скорпа. Фаталити в этот раз все такие же жестокие, но уже не такие впечатляющие, как в девятой части. В первом случае Нуб Сайбот разрывает противника серпами через порталы. То есть, можно сказать, четвертуют особым, изощренным образом. А во время второго фаталити Нуб через живот пускает в противника, видимо, Сайбота, и тот разрывает его изнутри. Это, конечно, не Кентара в исполнении Шанцуна, но в целом тоже неплохо. Ну и раз уж в этой части вернули френдшипы, то закончим на чем-то позитивном. Нуб призывает две тени, которые крутят скакалку, а сам боец, собственно, прыгает. Развлечение, позитив, спорт, все как у Ниндзя, короче. В этом видео я не стал говорить про появление персонажа в фильме, так как все сказал в эволюции Эрмака, добавить особо нечего. А также не стал упоминать его появление в сериале «Завоевание» и спин-оффе «Шаолинь Монгс». В целом, Нуб появляется в серии часто, и я посчитал, что не стоит громоздить видео эпизодами, где персонаж присутствует номинально, неканонично и так далее. Кстати, ребят, кто не в курсе, на канале вышла большая история серии «Аутласт». Я стараюсь расширять темы и снимать длинные видео о разных вселенных, чтобы вам было интереснее коротать вечера. Пусть вас не пугает продолжительность видео, все отзываются о нем хорошо, поэтому если интересно и есть лишний часок, посмотрите, буду очень признателен. Но лучше запаситесь чем-нибудь съедобным. Ссылку оставлю под видео. А так, пишите, про кого хотите увидеть следующую эволюцию. Что-то мне уже подсказывает, что это Джонни Кейдж, но посмотрим. А я пока продолжу работать над будущей историей Mortal Kombat и Street Fighter, как и обещал. Не прощаюсь.